Первый трофей Ранней весной мы с папой поехали на охоту за селезнями на ближайшую речку. Летом эта речка совсем не широкая, и вся заросла по берегам с старыми ветлами и кустами евника. Один берег у него гористый, а другой открытый, луговой. Посмотришь, бывало, с горки на заречной лугах. Далеко-далеко видно кругом. Местами среди лугу холмики возвышаются. Узкие, длинные, как гряды, все они кустарником поросли. А между холмами поблескивают небольшие озера. Летом и луга, и кустарники, и береговые ветлы, все зеленые. И среди этой зелени узкой голубой змейкой извивается сама речка. А теперь весной в разлив все кругом так изменилось, что и не узнать. Как вышли мы с папой из деревни на пригорок, я смотрю и глазам не верю. Ни речки, ни лугов, ничего нет. Перед нами сплошная вода. Сверкает, переливается на солнце. Настоящее море. Это наша речка так широко разлилась. Другого берега почти не видать. Только вдалеке заречные леса синеют. А по всему разливу, как острова, виднеются поросшие кустарником холмы. Мы взяли у рыбаков на прокат лодку, поставили на лавочку корзину с подсадной уткой. Сели и сами поплыли по разливу. Как хорошо кругом. Солнышко светит ярко-ярко, даже припекает. Вода тихая, не рябит нигде. Над разливом белые чайки кружатся, на воду садятся, опять взлетают. Мы подплыли к одному из островков. На берегу его у папы уже заранее был устроен шалаш из густых сосновых ветв. Я сразу даже не понял, что это шалаш. Думал, большой можжевельный куст на берегу растет. Папа запрятал лодку подальше в кусты. Затем вынул из корзинки нашу ручную утку и пустил ее плавать на воду возле шалаша. А чтобы она не уплыла, ее за ногу на веревку привязал колышку. Потом колыша к воду воткнул, так что ни его, ни веревки на поверхности воды не видно, будто утка на полной свободе плавает. Мы с папой забрались в шалаш и стали ждать, не подлетит ли дикий селезень к нашей утке. Перед шалашом, как раз у воды, тоненькая осинка росла. Папа говорит. Видишь осинку? Если селезень налево от нее сядет, с твоей стороны ты стреляй, а если справа я буду. Так мы условились и замолчали, ждать стали. Очень интересные засады наблюдать, что кругом делается. Ты все между веток в щелке видишь, а тебя самого за ветками не видать. Посидели мы немножко. Вдруг к самому шалашу куличок подлетел, сел на берег и начал длинным носом в мягкую землю тыкать, червячков доставать. Потом лорона прилетела, напилась из речки и даже купаться стала, плескаться, брызгаться. Долго мы с папой так в шалаше сидели. Уже солнце стало к разливу клониться, по воде от него потянулась длинная золотая дорожка. Мне стало скучно сидеть, и я уже хотел папу попросить, чтобы поехать по разливу, на лодке покататься. Только рот раскрыл, вдруг наша утка закричит. Ка-ка-ка-ка-ка! Ка-ка-ка-ка-ка! Крыльями по воде захлопала, даже вся приседает как-то. Я тут же слышу. Шварк-шварк-шварк! Я так и замер. Я уж от папы знал, что это дикий селезень так кричит. Приготовил ружье, сам щелку на утку гляжу. А она все кричит, все крыльями по воде хлопает. И смотрю, из-за кустов расписной селезень подлетел и сел на воду. Я у него трах из ружья, только дым по воде пошел, не видать ничего. Разошелся дым, гляжу, селезень мой убитый на воде плавает. Выскочил я из шалаша и прямо в воду, хорошо, что мелко, в споги не начерпал. Папа кричит, тише, тише, утку не напугают. Достал я селезень и к папе несу. А он смеется. С тебя, говорит, штраф полагается. За что штраф? А за нарушение условий. С какой стороны селезень на тасинке сел? С моей или с твоей? А я про тасинку-то и забыл совсем. Какая уж тут тасинка, когда селезень рядом? Ведь это был мой первый охотничий трофей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok